Каким образом получаются эти данные? Вот мы собираемся в сегодняшний день по труду, я здесь такой пример привела. Вот массив данных. Смотрим зарплаты и видим, что одна компания предлагает 35, несколько компаний предложили 40, какие-то 45 и так далее. Получается вот такой массив данных, который мы располагаем по возрастающим. Значит, медиана – это 50%, то есть ниже медианы у нас находится 50% всей выборки. То есть от 35 до 50 половина зарплат у нас расположена. Вообще коридор считается зарплатом адекватным – это от 25% до 75%. Обычно, когда нас спрашивают, сколько приблизительно стоит тестировщик, мы можем сказать, что где-то от 53 тысяч до 69. Соответственно, если ваша зарплата попадает в этот диапазон, то, скорее всего, можно будет найти сотрудника, ну, скажем так, потрудившись, но не так, как вот, допустим, вот в этом диапазоне, да, или вот в этом диапазоне. Вот все, что ниже 25-го перцетили – это, грубо говоря, уровень зарплат ниже рынка, да. А если, допустим, ситуация такова, что нужно, там, найти сотрудника быстро или найти сотрудника с какими-то очень хорошими, с очень хорошей квалификацией, то зачастую, да, зарплату нужно просто поставить повыше, и, собственно, тогда это будет наиболее реальным. Вот. Значит, это что касается зарплаты, да. Первое, что мы делаем – это мы либо, да, пользуемся специализированными отчетами, которые предоставляет компании IT. Например, по IT-рынку у нас, наверное, наиболее полный и наиболее качественный обзор рынка труда, либо другие аналитические агентства, там, на суперджобы можете посмотреть, они периодически делают, в том числе, да, и по IT-отрасли какие-то по отдельным специальностям. Вот. И можете, собственно, да, там воспользоваться технологией, посмотреть, да, каким образом это можно выстроить, посчитать, проанализировать, в каком диапазоне будет находиться ваша зарплатная плата. Однако, если возвращаясь к рынку труда, зарплата – это не, как бы, важный регулятор, но не единственный. Кроме всего прочего, на рынок труда влияют и другие факторы. Это демографические, экономические, макроэкономические, политические. И, в принципе, отрасли, как правило, имеют некие свои закономерности, да. Вот, например, там, я вчера буквально подняла наш аналитический обзор, например, по рынку труда. В 2013 году средняя зарплата в IT составила 80 тысяч. Ну, то есть, вряд ли, да, где-то там в FMCG или каких-то других рынках такие высокие зарплаты вы найдете. Может быть, в нефтябре, я не знаю, да. Вот. Что касается рынка труда. А, опять-таки, возвращаясь к нашему обзору, за прошлый год рынок подрос на 13%. Рынок дефицитный, рынок кандидата, и, собственно, сохраняется дефицит программистов высокого уровня. И, опять-таки, тенденция, да, все уходит на мобильные телефоны. Очень много мобильной разработки, соответственно, очень много требуется разработчиков под мобильные устройства. Отдельно вынесла самые популярные Java. Остаются Perl, C++, Python. Острая нехватка опытных управленцев. В общем, это, наверное, следствие такого динамичного развития IT-компаний. И очень много людей приходит, скажем так, очень мало, еще созрело, да, не сформировался, наверное, такой пласт еще опытных управленцев. Вот. Остается влияние демографической ямы, то есть молодых специалистов меньше, а борьба за них, она, соответственно, все серьезнее и серьезнее. Это тоже нужно учитывать, да, когда мы там пытаемся понять, кто же нам нужен, на кого мы будем ориентироваться. И, там, если лет, там, 7 назад можно было рассчитывать найти на небольшие зарплаты молодых специалистов и, собственно, закрыть потребность персонали, то сейчас тут скорее борьба и, причем достаточно конкурентная за молодых, за выпускников, за начинающих специалистов. Ну, и, там, остаются трендом акцентного держания персонала. Очень многие IT-компании предпринимают массу всяких... Для того, чтобы люди оставались работать и для того, чтобы людей было сложнее переманить. Вот. В связи с этим мы, вот, как рекрутинговая компания, мы сталкиваемся очень часто с тем, что мы находим кандидата, мы его заинтересовываем, и в какой-то момент ему делают контр-оффер. Контр-оффер — это предложение от текущего работодателя, которое, как правило, с более выгодными условиями, чем предложение, да, ну, потенциального работодателя, и нам приходится бороться с таких кандидатов, то есть пытаться его как-то все-таки перекупить, переманить. Вот. Собственно, это, наверное, вот что касается рынка труда. Вот. Собственно, ну, двинемся дальше. Значит, прежде чем нам искать сотрудника, нам очень важно проанализировать требования к сотруднику и составить некий портрет кандидата. Вообще, аналитика вакансии — это, наверное, самое важное, от чего зависит успешность рекрутинга. Если что-то мы не продумали в начале, как правило, это всплывает там либо в процессе, либо в конце, и это удлиняет там срок поиска, удорожает поиск, да, потому что мы тратим ресурсы временные, вот, компания там где-то получает прибыль, которую могла бы получить, если бы уже сотрудник работал. Поэтому вот это такой очень важный момент. Мы анализируем на уровне компании. Я буду рассказывать с точки зрения рекрутинга, да, рекрутинговой компании, компания, которая подбирает для внешних компаний. Вы можете эту информацию как-то на себя прилавлять, да, для того, чтобы, вот, делать выводы. Что важно? Ну, какие мы моменты анализируем совершенно точно? Специфика деятельности компании, ее положение на рынке. Она лидер или она, там, во второй, там, десятке, двадцатке, да? Какие у компании достижения? В чем ее, какая уникальная ценность? Где она расположена в городе относительно метро и насколько она доступна для кандидатов? Ну, казалось бы, да, мелочь, но показывает практика важна. Как, если эта компания, там, международная, да, как она позиционируется в мире, да? Иногда бывает, что в России о компании никто не слышал, но в мире у нее это серьезный игрок, и эту информацию потом можно использовать для продажи кандидату в аккаунти. Вот, сколько лет компания уже существует? Сколько человек в компании работают? Что за стиль менеджмента? Какие люди работают? Какого типа люди остаются и преуспевают в компании, да? Такие вот successful stories. Мы обычно просим клиенты рассказать, чтобы вообще понять, что за люди, в общем, могут прижиться, преуспеть и так далее. Опять-таки, почему кому-то не удается вписаться? Кто уходит быстрее из компании? Вот. Что касается вот данного графита, это жизненный цикл компании. Жизненный цикл компании. Может быть, кто-то читал «Скапа Дизис». Есть такой довольно известный товарищ, который проанализировал корпорации. У него такой мировой опыт, он анализировал государственные структуры, маленькие стартапы и так далее. Он выявил некую закономерность. Каждая компания, как и человек, в общем, проходит некий жизненный цикл. То есть она когда-то зарождается, да? Не зря начинается ухаживание. То есть когда-то вот она появляется в проекте, в голове у учредителя, собственника. Она рождается физически, ну и, соответственно, там растет. Находит стадии детства, юности, зрелости, среднего возраста. И дальше вот она катится к закану. Конечно, в основном, да, мы выбираем персонал, когда у нас вот идет период роста, развития компании. Почему я вынесла этот слайд отдельно? Почему мне кажется это очень важным? Дело вот в чем. На разных этапах жизненного цикла компании требуются абсолютно разные люди. Кто-то присутствует в аудитории из сотрудников, да? Может быть, кто-то в стартапах работает. Ага. А, войти просто в стартапы, это такая, такой тренд, да? И тоже тенденция. Очень много стартапов рождается. И нам приходится часто сталкиваться с подбором персонала в начинающие компании. Вот, и здесь очень такая, такой, наверное, мы очень долго ломали голову. Каким образом стартапы продавать кандидатов, да? Потому что на фоне там гигантов, на фоне компаний, которые могут похвастаться шикарным социальным пакетом, где есть ДМС, где белая зарплата, где там все, как сейчас принято говорить, клюшки, да? Вот интересные стартапы, их очень сложно, ну, продавать кандидату и, в принципе, туда привлекать людей. Вот, соответственно, что характерно для начинающей компании, что характерно для стартапа? Обычно есть увлеченный своей идеей учредитель собственный, да, который придумал, он горит этой идеей, он понимает, почему это классно. Он это может рассказывать часами, как эта идея, да, будет реализована, какая-то будет шикарная компания, продукт, услуга, все что угодно. И, собственно, вот на этом этапе очень здорово продавать, ну, еще фактически нет компаний, очень здорово продавать это лицо, эту персону. Как правило, в IT это люди, которые там ведут какой-то блог или пишут какие-то статьи для хабра и так далее. То есть, ну, масса информации, которую мы там используем, мы обычно позиционируем не компанию ни в коем случае, не какой-то социальный пакет, потому что его просто нет, да. А мы позиционируем этого человека, и вот наш, там, недавний проект с Василием Фитлером, он именно из этого и состоял. Мы, в первую очередь, показывали кандидата блог, твиттер и так далее, да, и кандидаты читали, проникались и, собственно, были готовы откликнуться на вакансию. Отклик, тут было просто бешеное количество. Вот, соответственно, какие люди нужны на этом этапе? Это, вот, на самом деле, вот на этом этапе нет много денег, да, и на этом этапе люди идут не за деньгами. Это, по сути, возможность самореализации. Это люди, в основном, такие индивидуалисты-одиночки, у которых шикарные профессиональные навыки, которые также полны идеями и креативны, и они готовы и хотят себя реализовывать. И, по сути, это для многих возможность дальнейшего карьерного и профессионального роста, потому что, ну, что называется, да, он там первым на эту лодку сел, и у него большой шанс оказаться потом на вершине этой карьерной лестницы и пирамиды, да, там автоматически практически. Вот, соответственно, по мере рост, по мере созревания, да, давайте так назовем компанию, тенденция следующая. Ну, от индивидуализма, да, и такого, скажем, от одиночек коллективу, от универсальности, да, вот, потому что, опять-таки, возвращаясь к предыдущему кейсу, мы искали человека, который пишет свободно на плюсах, знает джаву и готов за две недели разобраться в любом языке программирования, если это получится, ну, если это понадобится, прошу прощения, да, вот, вот здесь вот универсальность, а вот сюда, чем дальше, да, чем более зрелая организация, тем больше это специализация, тем больше это ориентация на коллектив, вот, тем больше здесь денег в бизнесе, да, и тем больше это, вот, ориентация на какие-то, вот, плюшки, ДМСки и так далее. То есть, если у вас стартапы, если вы, там, пытаетесь общаться с каким-то специалистом, и он вам, у вас спрашивает, да, есть ли у вас, там, ДМС, душ, столовая и так далее, ну, скорее всего, не ваш вариант, потому что просто будет непривычно, скучно, некомфортно и так далее. Вот, это, что касается жизненного цикла, обязательно от Дизиса почитайте, очень много информации, полезной для рекрутера, для человека, который, может быть, там, собственный бизнес развлекает и хотел бы привлекать правильных людей, там есть. Вот, поехали дальше. Так, я вернусь к предыдущему слайду. Если это не стартап, да, это более зрелая структура, как правило, есть подразделение, отдел, департамент, в котором этот человек находится. Что здесь мы можем вынести? Ну, скажем так, как минимум, мы видим, с кем этот человек взаимодействует, кто его руководитель, есть ли такие же специалисты в отделе, да, и чем отличаются их обязанности от обязанностей, там, спеца, которые требуются. И, видя вот некую организационную структуру, мы можем уточнить, узнать, планируется ли какой-то карьерный рост, возможно ли он, да, или какой-то, там, может быть, не вертикальный, а горизонтальный рост, ввиду того, что человек плотно взаимодействует с какими-то подразделениями. Вот, и эту информацию мы тоже фиксируем, имеем в виду, и зачастую там очень много вопросов, которые задают кандидаты на этапе собеседования, и они касаются вот именно непосредственно, да, где же я буду работать, а кто мои коллеги, а кто мой руководитель и так далее. И здесь очень важный момент, ну, у меня, да, наверное, такая, у меня такая галочка прямо стоит, я всегда спрашиваю, собственно, под кого мы ищем, да, кто этот человек, как он принимает решения, какие у него есть убеждения, установки, вот. Вот, кстати, перескочил, вернусь, да, на уровне компании, для меня самый важный вопрос к человеку, да, который является заказчиком вакансии, а почему вы работаете в этой компании? И, как правило, скрываются очень важные моменты, связанные с ценностями, да, это редко, когда человек говорит, я работаю здесь за зарплату, хотя и такое бывает, да, обычно какие-то очень ценные и серьезные вещи. Или по-другому можно переформулировать этот вопрос, а почему человек, у которого сейчас прекрасная работа, а на рынке труда IT-специалистов жуткий дефицит, да, должен вот так вот сорваться и принять ваше предложение, перейти в вашу компанию. Вот. Должность, задачи, ответственность. Это третий пункт, который мы очень серьезно анализируем. Как правило, когда мы переходим к анализу этого пункта, по сути, формулируются требования к специалисту, квалификационные, да, что же он у нас будет делать, какими технологиями он пользуется, а какие навыки ему нужны. Если он пользуется какими-то технологиями, да, насколько быстро эти технологии можно освоить. Мы его, там, нам нужен готовый специалист, или каким-то вещам мы его можем научить. Зачастую, вот, тоже такой невозможный момент, который нужно вычеркнуть. Дело в том, что навыки и знания — это то, что приобретается сравнительно быстро, да, по сравнению там с какими-то ценностными установками, мотивациями, личностными качествами, какими-то, не знаю, психофизиологическими особенностями. Это такая надстройка, которая в течение жизни развивается, меняется, да, знания, там, сейчас, в наше время, такой поток информации, такой поток, так быстро меняется технология, что мы вынуждены очень быстро учиться, вот, ну, собственно, да, чтобы там сейчас двигаться, нужно, чтобы стоять на месте, да, нужно быстро бежать, чтобы оставаться на месте, условно говоря. Вот, поэтому здесь важно задуматься над тем, собственно, а что мы можем, что мы действительно должны требовать, да, от кандидата, а какие моменты можно вынести скорее в разряд плюсов, бонусов, и, в общем, описав человеку проект, сказать, что, да, вот, мы используем, там, не знаю, Node.js, да, для джаваскриптера, вот, и, собственно, там, немногие сейчас там еще этим пользуются, поэтому, придя к нам в команду, ты можешь этому научиться, вот, пример, да, вот, в общем, анализируем саму должность, там, характер работы, задачи, опять-таки, очень важно понимать, что будет делать человек, да, относительно IT, он будет писать какой-то новый год, или он будет, там, постоянно, там, фиксить баги, и ничего нового он в проекте не увидит, да, это совершенно разные люди, ну, по большому счету, и совершенно разные потребности разных специалистов, вот, в общем, после того, как мы собрали всю информацию, там, компания, подразделения, должности, мы составляем, собственно, мы описываем обязанности, описываем проект, в котором человек будет участвовать, и описываем требования к специалистам. Чем жестче мы ставим требования, тем больше мы себе уменьшаем зону поиска. То есть, смотрите, например, вот у нас есть, не знаю, условно, энное количество специалистов. Как только мы говорим, нам нужен мужчина или женщина, да, мы, там, десят процентов рынка убираем. Как только мы говорим о том, что нам нужен человек, только, там, с высшим техническим образованием отсекается еще какая-то часть. Как только мы создаем еще какой-то конкретный навык, мы зачастую выходим на то, что мы, там, смотрим из, там, нескольких десятков спецов, хотя мы могли бы, там, шире посмотреть на рынок и выбрать всех людей, которые действительно могли бы справиться с этой работой. Поэтому каждое требование, оно должно быть очень продумано, прежде чем его предъявить. Подумайте, да, а насколько это важно, насколько это серьезный, ну, серьезный момент какой, да, а не навык, которым человек там научится за две недели. Так, выбор стратегии поиска. Кто уже подбирал кого-либо? Персонал. Многие из вас уже сталкивались с подбором персонала. Где искали? Сайты работы. Работные сайты. Еще? Специализированные сайты, соцсети. Рекомендации. Рекомендации. Форумы. Профессиональные форумы. Места скопления. Например. Форумы, опять же, которые проводятся. А, в смысле, какие-то конференции, мероприятия, да? ВУЗы. ВУЗы. Так, ну, в общем, да. Собственно, источники поиска совершенно сейчас разнообразные. Вот, если я там еще пять лет назад как-то выделял в рекрутинге, да, по крайней мере, не звучало, что вот это selection, а вот это head hunting и executive search, то сейчас практически мы любого специалиста ищем прямым поиском. У нас еще есть база кандидатов, да? Во многих компаниях эта база с годами тоже формируется, и эту базу нужно использовать. Если вам вчера какой-то человек не подошел, это не значит, что сегодня у него нет шансов быть востребованным в вашей компании. В общем, еще, наверное, несколько идей подскажу. Мы тоже очень серьезно пользуемся рекомендациями, то есть мы звоним специалисту, понимаем, что он занят на проекте или там у него уже изменился профиль и он занимается чем-то другим. Мы просим порекомендовать. Этот вопрос вызывает такой легкий ступор, как правило, да, потому что вот этот человек отработает в ликвии, он не готов, как правило, сразу какие-то рекомендации дать. Вот, сейчас неплохо срабатывает вопрос, а знаете ли вы людей, которые готовы порекомендовать, да, то есть это запрос рекомендация и рекомендации. Вот, как правило, он ломается, говорит, слушайте, ну вот вроде там Вася с кем-то общался, он, скорее всего, знает каких людей. Или там на предыдущем месте работы коллега, знаю, шел в такую-то компанию, там такие люди есть. Собственно, есть еще масса всяких источников. На самом деле, первый источник это сотрудники внутри компании. Почему-то очень часто мы приходим к клиенту, они рассказывают там какой-то проблеме, мы говорим, а вот ваши ребята, да, они не годятся, они не готовы претендовать или не готовы претендовать на эту позицию. Вот, и мы видим такую задумчивость на лицах, то есть реально источник кандидатов может быть внутри самой компании. люди, которые с удовольствием осваивают новые технологии, они уже лояльны к компании, и они могут с удовольствием закрыть эту позицию. И они могут знать хороших спецов и рекомендовать. Так, значит, где искать знаем, теперь нам нужно описать вакансию. Сейчас такой прям тренд в IT, вы, наверное, все это замечаете, очень много креативных, интересно написанных, ярких вакансий. На фоне дефицита специалистов это действительно нормальная тенденция, нужно как-то отличаться своим объявлениям, нужно привлечь внимание. Здесь есть, наверное, такие общие правила, о которых хотелось бы упомянуть. Вот появилось какое-то креативное объявление, где было написано «Приходи к нам, мы клевые, у нас дружная компания, у нас есть плюшки». И вот эти плюшки теперь качуют на протяжении уже нескольких лет и с объявлением в объявление. Если вы уже видите, что плюшки всем надоели и молодой дружный коллектив уже привлекался, как правило, переформулируйте. Напишите иначе. Вот, например, вот пример, я пыталась вывести, презентацию не знаю, насколько вам видно. Вот работа над одним проектом в дружной команде разработчиков. разработка интересных и нестандартных решений. во-первых, несодержательно, то есть нанесет какой-то там конкретной информации и не дает представления о том, что же человек будет делать. А во-вторых, какие-то такие банальности, которые, наверное, мало кого уже привлекут. Вот. Сейчас очень много информации в интернете, вообще такой бег информации, она на нас обрушивается из социальных сетей, из, не знаю, новостных лент и так далее. И мозг, он таким образом устроен, что он избирает некий оптимальный путь. и фразы, чем короче фразы, вот сейчас время твиттера, время каких-то коротких фраз, коротких, емких и интересных фраз. Если это будет там абзац такой увесистый, да, где там в строке по 10 слов и текст на всю страницу, то, как правило, люди его просто не дочитывают до конца. Если информации много, и вы ее хотели бы донести до кандидата, то есть вы описываете полностью проект, вы описываете, где человек будет работать, в какой команде, просто можно разделить текст на блоки. Мы даже используем гиперссылки, то есть чтобы не перегружать основную страницу с вакансии, мы просто какие-то делаем гиперссылочки для того, чтобы человек мог перейти, если его интересует эта информация, и почитать о ней отдельно. Опять-таки, нечитабельные какие-то сложные слова, какие-то целярские термины, уже почти никто не пишет слова требуются, обязанности, условия, как это предлагает шаблон хатхантера. Обычно пишут, кто нам нужен, чем он будет заниматься, в каком проекте он будет участвовать, то есть уже все-таки стараются как-то проще и понятнее изложить свои мысли. Мы очень часто добавляем контент, как правило, это опять-таки разбавляет текст, когда необходимо добавить его много. И самый, наверное, важный момент, я тут недавно занималась тем, что просматривала сайты наших клиентов, просто мы информацию отдавляли, и я обнаружила, что банально страницы с вакансиями, они не имеют ссылок для того, чтобы человек мог отправить свое резюме. То есть мне приходилось возвращаться на страницу с контактами, видеть несколько e-mail, некие офисные, иногда e-mail типа кадры собак и так далее. То есть если я зашла на эту страницу, то как кандидат, мне кажется, что логично, если у меня есть возможность тут же отправить резюме. Причем чем больше способов будет, тем лучше. Не всегда есть возможность прикрепить файл. Допустим, человек с мобильника зашел на сайт, почитал, может ссылочку на свою в тексте письма написать. А там прикрепить файл более является обязательным. То есть чем более вы доступны, тем вероятнее, что вам кто-то что-то пришлет, письмо счастья или резюме или кого-то порекомендует, читав вашу вакансию. Значит, это не очень удачное описание вакансии. Это вариант более современный, но с моей точки зрения текста тоже очень много. Видно читательно или не видно не видно. Требования сформулированы следующим образом. Нам есть о чем поговорить, если вы. И дальше требования. Быстро пишите код, который не стыдно показать. Не можете лечь с вами, пока какой-то пиксель в приложении лежит неровно. Для вас слов это не продумано в макете не существует и так далее. То есть описывается некий образ действия разработчика, который приемлем в данной компании. Опять-таки как только мы написали вакансию, мы ее начинаем активно размещать и тестить. Естественно, джоб сайты это основная площадка, где размещается большинство вакансий в IT, особенно это сайт FitHunter. Большинство сайтов таких как SuperJob не работают на данную целевую аудиторию и мы им практически не пользуемся. Есть масса сайтов появляются специализированных на IT, мы их все тоже наверняка видели, там в FitHunter, MightyMosk и прочее. то есть здесь тоже можно разместить информацию, но не стоит ждать много отрибов. Почему? Опять-таки возвращаемся к нашему дефицитному рынку, у нас кандидатов меньше, чем вакансии по большому счету, поэтому дальше мы активно эту вакансию постим куталу обе, то есть мы пишем о ней в блогах, мы пытаемся на профессиональных форумах о ней заявить, вот люди, которые постоянно выбирают персонал, они наверняка имеют, ну вот например, мы с айтишниками очень часто общаемся в скайпе, то есть такая тенденция последних лет наверное, да, скайп, в скайпе накапливается огромное количество контактов, там кого-то более сотни, да, и иногда статус в скайпе о том, что ты ищешь кому-либо, он помогает, люди пишут, привет, увидел статус, прочитал вакансию, мне интересно, вообще на самом деле можно использовать любые точки контакта, под, там, подписи в электронной почте, да, вот электронное письмо, стандартная подпись, и можно сделать мнение по скрипту о том, что тут, а у нас там открылась вакансия такая-то или еще, что-то там, и ссылочку на вакансию. Обязательно, как мы уже говорили, здорово, если есть раздел на корпоративном сайте вакансия, крупные компании делают целые карьерные сайты, вот, есть еще такие оригинальные вещи, как, например, объявление профессионального конкурса, мы там недавно с коллегами напали на конкурс вконтакте, компания вконтакте объявила конкурс на разработку какого-то мобильного приложения. Собственно, конкурс, группа, в этой группе масса союзников, которые там с удовольствием зарегились, и кто-то участвует, а кто-то наблюдает за конкурсом. Собственно, я к чему, да, можно создавать подобные конкурсы, потому что все равно выделяется на рекрутинг некий бюджет, и, собственно, можно его использовать под этот конкурс. В зависимости от того, сколько денег у вас есть или какая оригинальная идея подарка родилась. А можно порезетировать в таких конкурсах. То есть мы, например, очень много к атаку нашли людей, которые в этом конкурсе поучаствовали. Также, если компания на слуху, если компания более-менее публичная, мы себе искали человека, мы написали статью о компании. Собственно, мы опостили во многих социальных сетях, и в статье рассказывалось о том, что мы такие, какие мы замечательные, как у нас всего много интересного в компании происходит, и, собственно, как мы любим рекрутинг, и мы были готовы. Люди читали, кто-то лайкал, кто-то там перепосты делал, и, собственно, таким образом мы получали доступ к необходимой нам аудитории. где-то мы половину вопросов, которые мы планировали, обсудили. Давайте по этой части. Есть ли какие-то вопросы, потому что дальше мы перейдем уже к анализу резюме, к телефонному собеседованию, к собеседованию личного, да, это немножко уже другая история. я бы здесь предложила немножко доход, 10 минут, а перед этим задать вопрос, которые по этой части накопились. Ади-зиз. 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 на своем сайте. Потом каждый из наших сотрудников, это опять-таки такой показатель лояльности компании, каждый из наших сотрудников, он, по сути, перепостил это в своих, на своей страничке в социальных сетях, подтвердил о том, что мы ни слова не соврали и о том, что мы написали всю правду. Вот, собственно, обратите внимание на оформление, мы специально разбавляли картинками, фотографиями, много текста делили на абзацы. Вот. Собственно, это все было в социальных сетях. Видите, ниже обязательно e-mail, телефон. Вот то, что я вам говорила. Рассылочка отправит резюме. Формальные требования к локации. Формальные требования. Вот здесь вот все про заработную плату, про то, где мы находимся, про должностные обязанности. То есть, это отдельно, мы эту статью не стали выносить, мы это сделали на отдельной страничке в бакансе. Не обязательно на хабре. Нас хабр не любит. Мы с ним поссорились. Можно вопрос? Я сообщила про места скопления целевой аудитории, я имела не форумы, а какие-то места, где можно пообщаться с живыми людьми. Вот у меня вопрос, был ли у вас подобный опыт какой-то, например, специализированные мероприятия, где можно, куда можно просто прийти, пообщаться с людьми и как-то предложить им вакансию. и как это лучше сделать, эффективно это или нет. Можно попробовать зайти в IT-барклю. Да, это у меня в планах уже, поэтому я и спрашиваю. Гикпикник был не так. Конечно. Ну, гикпикник там слишком большое, слишком много людей. Ну, раз просто сложно угадать, кто целевая аудитория. Смотрите, специализированные конференции зачастую у нас была в Питерпане там пятачка спирали и рекрутеров было достаточно, которые сидели на, собственно, докладах, которые оценивали, наверное, как-то докладчиков или смотрели на людей, которые задают вопросы. Естественно, в кофебрейках они могли подойти, пообщаться, там, может быть, обменяться контактами и так далее. То, что я лично использовала зачастую после конференции остается, особенно после какой-то масштабной, остается там на слайд-шара масса презентаций, и, как правило, в конце каждой презентации есть какой-то контакт. Вот, как правило, есть группа конференции, в которой тоже собрана вся целевая аудитория. Вы заходите в контакте, как-нибудь iMedia, да, мы недавно в Москве человека искали, очень сложный был проект, и нам нужен был аналитик, и, собственно, мы целевую аудиторию поймали на iMedia. Мы прошустили все группы в Facebook, ВКонтакте именно на этой конференции. Вот, собственно, не обязательно это делать лично, хотя, наверное, тоже полезно, можно это сделать потом онлайн. Ну, а если не конференции, а, допустим, вот какие-то мысли на более информальном общении. Вот, Денис, на IT3 рассказывал про, как раз-таки, наши IT-мастерские. У нас, по большому счету, IT-мастерская задумывалась как инструмент рекрутинга, как, как раз-таки, выход на целевую аудиторию джуниоров, которые только начинают, делают первые шаги в профессии. Собственно, можно эту аудиторию собрать. Денис что-то пытается подсказать, но он меня не слышит. Вот, можно эту аудиторию собрать, собственно, сказать, компании, да, Вимсов, Вээ, который две с нами лекции сделал, они нашли себе сотрудников с каждой из лекций, да, с кем-то успешно контактировали, заинтересовывали и предлагали вакансии. Мы тоже делали эту лекцию, чтобы найти серверную лоральню. Оля, почему-то правильно не сказала, да, лекция только забыла 7 лет назад, но мы нашли себе сотрудника раньше. Мы нашли себе другим причем. Кстати, я сработала. Да, дело в том, что, да, такая мастерская, она подготовляется, как правило, заранее, да, и уходит полтора месяца на то, чтобы собрать аудиторию, продумать лекцию и так далее. Поэтому, собственно, у нас все случилось раньше, но, тем не менее, это только одна из целей, да, мы с удовольствием рассказываем вам сейчас про IT-рекортик. Спасибо за ответ. Может быть, еще что-то? Если вопросов нет, то я хотела бы объявить 10-минутный перерыв. Давайте продолжим. К примеру, мы опубликовали вакансию, получили какое-то количество откликов и поняли, что нам недостаточно этого количества резюме, и мы начинаем сами искать резюме во всем доступе. Как мы уже с вами выяснили, мы пользуемся всевозможными джоп-ресурсами, профессиональными или общими, такими, как Итланды. И плюс мы можем искать людей по соцсетям. Соцсети есть общего характера, такие как ВКонтакте, например, Фейсбук. И есть профессиональные социальные сети, вы о них тоже, скорее всего, слышали и знаете. Это Мой Трук, это Вингты. Есть еще такая соцсеть, которая к эти рынку не относится, но она существует, это профессионалы Ру. В общем, все эти социальные сети можно тоже использовать для поиска резюме. По сути, профиль кандидата, он и является тем заветным резюме, которое мы ищем. Как мы это делаем? Как правило, любой джоп-ресурс или даже социальная сеть в профессиональной ориентации имеет некий внутренний поисковик. То есть, мы забиваем какие-то ключевые слова, мы выставляем параметры город, возраст. Если речь идет о хитландерии, то массовость возможных подразделов. Это могут быть отрасли, конкретные позиции, тестирование, разработка, программирование, аналитики и так далее. Это самый простой путь. К сожалению, он не всегда дает отличный результат. И это не единственный путь. И второй путь, когда очевидно, что вы, воспользовавшись поисковой машиной, какого-либо сайта, не нашли нужных людей, второй путь это использовать обычные поисковики, типа Google или Яндекс, для того, чтобы поискать людей еще где-нибудь. Среди ваших знакомых если есть программисты, они часто делают себе сайтик собственный, на нем публикуют как раз-таки для цели размещения резюме, на нем как правило публикуют свое резюме, или у кого-то бложек есть, и один из подразделов блога это тоже его резюме. Вот таких людей мы не можем увидеть в каких-то соцсетях, но зато если постараться и продумать поисковый запрос в Гугле или в Яндексе, мы сможем увидеть это резюме по сути мы должны сформировать некий X-Ray запрос. Как он делается? Яндекс и Google имеют свои операторы поиска. В первом случае я привела пример поискового запроса в Гугле к сайту LinkedIn, потому что сайт LinkedIn платный, и мы можем видеть свой второй круг, с контактами, а остальные контакты для нас скрыты, если у нас неплохой аккаунт. С помощью такого поискового запроса мы можем видеть публичные страницы, а иногда и... Денис немножко расскажет, есть масса сейчас плагинов, для того, чтобы их тоже увидеть. но это самый такой простой и вы можете его создать. Вот смотрите, что мы в этот запрос вносим. Собственно, вот оператор сайт, дальше расшифровка «рум» это русскоязычные страницы LinkedIn, публичные или это LinkedIn. Дальше мы смотрим, мы пишем в скобочках, то есть у нас ограничивается скобочками, что мы хотим увидеть на этих страничках. Скорее всего, разработчики будут как-то себя обозначать девелопер, программист, разработчик, то же самое с тестировщиками QA, тестер, инженер-тестировщик, вот здесь можно еще там написать инженер-программист, в общем мы сюда относим все синонимы, вот оператор у нас и девелопер, точнее, прошу прощения, оператор здесь у нас или девелопер, или программист, или разработчик, или можем продолжить, или там инженер-программист. У нас скобочка закрылась. Следующая скобочка, вот близко расположенные друг другу скобки через буквально пробел означают оператор поискового запроса «и». То есть он и девелопер, или программист, или разработчик, и пишет на джаве, или он указывает джаве, то в интерпросе дешево. Следующее, например, нам нужен через английский, мы тогда указываем English, как правило, язык, которые английский знают, они пишут. Можно еще сделать один элемент этого запроса и написать, например, English и Fluent, Intermediate и так далее. То есть можно подочнить этот запрос. И где мы ищем? Множество названий Петербурга, основные Петербург и английский Петербург. Есть разные написания в виде поезда. Пишут Петербург на английском, можете типично это смотреть и тоже пользоваться. Соответственно, нам LinkedIn, точнее Google, выдаст массу всяких страничек у нас появится в результатах поиска и мы можем как минимум публичные страницы этих людей посмотреть. В LinkedIn по-моему можно в сутки 100 посмотреть профили, да, 100 или вот где-то около того. Здесь мы можем соответственно посмотреть неограниченное количество профилей, мы проверяли, там открывается 10 страниц поиска по такому запросу, смотрите бесконечно, пока не найдете нужного. Яндекс также дает возможность, то что я говорила про личные сайты программистов, Яндекс дает неплохую возможность тоже сформировать запрос. Немножко другие операторы поиска, вот присутствует N в качестве И, такой же оператор ИВИ, скобочками вызываются элементы запроса, сайта. Опять-таки, чем, если мы не ищем на каком-то сайте, а мы ищем где-то на просторах интернета рифина, то, конечно, здесь более такой изощренный набор синонимов, посмотрите, то, что я говорила, Петербург, как-то и не пишут, в телефоне может быть 812, плюс, обратите внимание, это тип документов, в которых может лежать это резюме, то есть, это может быть на страничке, а может быть где-то там в PDF, человек прикрепил, и оно обязательно всплывет, или там в городовском файле, вы его найдете. Очень быстро осваивается, очень такая хорошая помощь любому рекрутеру, особенно, если речь идет о каком-то узком специалисте, о редких технологиях, тогда совсем все просто, в поисковый запрос можно вставить определенную технологию, она редко встречается, и, скорее всего, не так много нужно будет перелопатить результаты выдачи, чтобы найти нужного специалиста. Очень подробно эту тему освещал на нашей конференции «Найти ответ» Сергея Дмитриевиченко. Если вы зайдете на наш сайт, собственно, в наш проект «Найти ответ», посмотрите результаты предыдущих конференций, то у Сергея очень хорошая подробная лекция, она лежит в открытом доступе, даже Денис мне подсказывает, даже три, одна была на прошлой конференции, две на дынешней. Он очень много фишек рассказывает как раз связанных с поисковым запросом. Он прорабатывал удачные поисковые запросы ко всем профессиональным социальным сетям, у него есть, он анализировал мой круг, соответственно, он там какие-то особенности сайта выявил, очень корректный красивый поисковый запрос сделал, в котором вы можете менять только вот эти вот вещи, технология, должность, город и так далее. он показывал как искать резюме в гидхабе, точнее не резюме, а скорее, профиль должности и в общем масса информации, которая доступна и всего лишь нужно выделить время, перейти по всем ссылочкам, покликать, поиграться с запросами и масса возможностей перед вами откроется. Я собиралась сделать эту ссылку доступной в презентации, но, к сожалению, закрутилась. Если кому-то нужно, попросите, я вышлю. Без труда можно найти конференции на интерьере. Вот, собрали резюме, как мы их анализируем? Соответственно, самое первое, что мы видим, это желаемая должность, если мы взяли резюме с константера, или, например, если резюме составлено человеком самостоятельно, в органовском документе, он пишет некую цель профессиональную. Обращать на это внимание, какие там могут быть особенности. Программисты грамотные люди, иногда это идет, возвращаясь к нашему дистанционному запросу, кто хочет быть найденным, они пишут девелопер, инженер-программист, программист через запятую и так далее. И иногда включают в должность ключевые технологии, которыми овладеют, собственно, для того, чтобы быть опознанными и найденными. Кто-то пишет программист, тестер, продукт, архитектор и так далее. Сразу вопрос, собственно, насколько человек ориентирован на какую-то должность, насколько он понимает, кем он хочет быть, как он хочет развиваться и так далее. Это не причина для того, чтобы закрыть его резюме и больше ему не возвращаться, это скорее причина для того, чтобы сделать пометочку и при дальнейшем общении в телефонном звонке или на личном собеседовании вернуться к этому вопросу и уточнить, что же он все-таки хочет. Как правило, связываем биографические факты, то есть мы смотрим дата обучения, дата начала работы, есть ли там годы, месяцы, иногда бывает, но есть большая разница, если человек проработал в одной компании, например, с декабря 2012 года по январь 2013, это будет всего лишь два месяца, а стоит резюме там 2012-2013 год, и ты примерно прикидываешься, чем год компания отработает. Как правило, если этой информации нет, она неочевидна, мы тоже это себе в резюме подчеркиваем, и потом пытаемся уточнить у кандидата, что же это было, какой период. Headhunter, по-моему, сейчас не позволяет просто годы указывать, там все равно период какой-то обозначен, плюс Headhunter начал считать 8 месяцев, 10 месяцев, это очень удобно, если мы там пользуемся другими источниками, то этого может не быть. Вот, дополнительное образование и навыки смотрим, как правило, люди указывают, что знают, да, резюме это как раз тот момент, когда человек близок больше всего к идеалу, да, поэтому все, что там накоплено непосильным трудом, все это выносится и пишется. Вот, соответственно, замечаем, как минимум, да, знание нужных нам технологий, продуктов, собственно, с тем, что он пишет в резюме, опять-таки, это не причина для того, чтобы резюме отложить, это причина для того, чтобы сделать некую отметку, да, и прояснить этот момент. Иногда бывает, что есть ряд фриньворк, которые последний мой опыт поиска PHP тем-ли-да, он показал, что люди в уровне тем-ли-да уже не очень акцентируют внимание на том, с какими фриньвоками они сталкивались, это как бы само собой разумеющееся, да, и там в резюме запросто могут не указать, что с центром работали, там еще с какими-то вещами, а где-то там важно было нашему заказчику, и я буквально первый вопрос, один из первых вопросов, который я задавала, с какими технологиями работаете, выясняла этот момент, вот, смех мест работы, на самом деле, вот, тенденция такая, очевидная, прямая, да, люди, наиболее профессиональные люди, они все-таки какой-то период приличный, в компании работают, два-три года, и так далее, это с одной стороны, с другой стороны, смотрим там, восьмой, девятый кризисный год, смотрим на тенденцию огромного количества стартапов, которые там не стартанули, да, и мы можем видеть в резюме специалистов рваный некий опыт работы, который, ну, в общем, это не совсем значит, что специалист там плохой, опять-таки, делаем себе заметки на полях, и, в общем, проясняем этот вопрос у специалистов. Такой еще здесь важный момент, я каждый раз ужасаюсь, когда мы там ищем верстальщиков, например, если верстальщик проработал года полтора, то это вообще вау, какой классный верстальщик, потому что верстальщики работы меняют, например, да, 5-6 месяцев и пошел дальше, да, что не свойственно, например, джавр разработчикам, что очень не свойственно, C++ разработчикам, то есть здесь еще нужно понимать, кстати, то же самое, да, что и с верстальщиками, мобильная разработка, потому что мобильные приложения бывают коротенькие проекты, человек переходит в проектный проект, здесь нужно все-таки вникнуть, подумать, проанализировать и для себя определить, какой срок работы в компании мы приехали, мы характеризуем, да, как-то человек, а какой, наверное, не очень. Пробелы в опыте. Тоже такой важный момент, иногда для красоты убираются небольшие периоды работы в 5 месяцев, в 3 месяца, иногда некоторые думают, особенно приличные сикрис-плюс разработчики, что полгода как-то вставлять в эту работу могут совсем неприлично или даже год, они просто убирают это из резюме, вот, иногда человек действительно не был ничем занят или занимался собственным проектом, опять-таки фиксируем, расспрашиваем, это может быть очень информативно, и как человек пишет свои обязанности, зачастую, большая часть разработчиков описывает, что это был за проект, какие технологии использовались, какую роль он в проекте играл, вот с разработчиками на самом деле вот этот момент он такой более-менее внятный, зато как только мы переходим на уровень выше, да, руководители, тимбиты, продукт-менеджеры, вот здесь вот мы смотрим, иногда бывает резюме, в котором 5 мест работы, везде одинаковые обязанности, никакой привязки к проекту, тоже, в общем, тут два может опрашиваться вывода, или поторопился, быстро резюме писал, копипастер, или действительно человек как-то не преломляет свой опыт на текущую ситуацию, да, и приходит с каким-то своим рецептом, который срабатывает или не срабатывает в зависимости от компании, и идет дальше по рынку, вот, достижения, если бы мы говорили про общий рекрутинг, это, наверное, было бы показательно, очень, да, потому что люди, кто-то пишет, там, родил сына, вырезся дерево, построил дом, соответственно, там, следующий критический момент в жизни компании, если у него, там, родился очередной сын, то вполне может быть, что он, там, легко и непринужденно покинет вашу компанию, да, если акцент на профессиональных достижениях, то, соответственно, там, тоже можно сделать определенные выводы, вот, все-таки войти, как правило, достижения и профессиональный опыт связаны, и в этом рынок очень отличается, там, от рынка FMCG, где вот в этой графе может быть все что угодно, вот, проанализировали резюме, решили человеку позвонить, телефонное интервью, сейчас оно, наверное, по важности в нашей работе оно даже важнее, чем личное собеседование с кандидатом, вот, здесь мы стараемся сэкономить и свое время, да, так как это увеличивает стоимость подбора, если вы внутренние персонажи, и время кандидата, вакансии очень много, как правило, если кандидат в активном поиске работы, то у него масса предложений, да, масса назначенных собеседований, и, ну, уважайте дочерое время, вот, этот телефонный звонок должен быть качественно продуман, чтобы и вы смогли сделать вывод и не потратить его время на собеседование, и он смог принять правильное решение о том, стоит ли приходить на собеседование или нет. на самом деле вот этот лозунг, да, там, квалификация требований к результатам потребностям перспективы цели, личность корпоративной культуры, он взятый с совсем классического учебника «36 шагов рекрутинга». Есть такой Николас Берн, сводитель одного из рекрутингов компании, который первыми писал пособие для рекрутера, несмотря на то, что это был век еще, когда резюме складывались в папочки и не было никакого интернета, пособие актуально по сей день, можно найти массу цен полезных вещей, если, конечно, игнорируют советы, которые звучат следующим образом, попросите кандидата после собеседования дойти до ближайшего телефона автомата и позвонить вам. Понятно, что это уже неактуально. Значит, что мы готовим к телефонному собеседованию? Мы готовим некие пристрелочные волки. во-первых, мы видим, какие мы заметки сделали в резюме и видим, какие вещи нуждаются в уточнении. Каждый раз задаем себе вопрос, а критично ли это для принятия решения о том, пойдет он к нам на собеседовании пойдет. Например, его статус семейный, не знаю, важный, не важный, не написал мужем, а женат, не жена, да, так далее. То есть, вещи, связанные с квалификацией, они действительно важны, и мы их пытаемся все-таки прояснить. Вот как раз я уже говорила, тот самый вопрос, а там работали ли вы с EZ, или SUE, или еще какая-то технология, которая действительно важна, да, я задаю прямой вопрос, получаю у него прямой ответ, после этого мы можем дальше коммуницировать. Как я строю телефонное интервью? Собственно, я звоню кандидата, здороваюсь, говоря о том, что у меня есть вакансия такого-то уровня, ну, например, TeamMeet, Java, TeamMeet, пички, да, это там разработчик Java. Дальше я кратко рассказываю компанию, ну, буквально в двух словах, да, что это там крупная международная компания, или это стартап, вот, и дальше спрашиваю, в каком случае это вам может быть интересно, и очень внимательно слушаю кандидата, потому что человек, находящийся в активном поиске, он до себя уже сформулировал, что ему нужно, и он сразу начинает задавать вопросы, которые важны ему, он сразу спрашивает, слушайте, вот я живу в Красном Селе, а где компания расположена, выясняем, а по зарплате что предлагают, выясняем, да, при чем, как правило, если это вилка, я задаю встречный вопрос, на какой уровень находок вы ориентируетесь, предупреждаю, что есть определенная вилка, в зависимости от квалификации и предыдущего опыта, и мы выясняем, совпадает ли диапазон, который предлагает клиент, его ожидания, если не совпадает, мы зачастую честно говорим, предупреждаем, что мы пообщаемся с клиентом по этому поводу и в случае, если ситуация изменится, мы вернемся. Что еще могут спросить кандидатов? Работа в команде или самостоятельная работа? Там, соцпакет, а что надо делать, какие технологии в проекте используются? Вот, соответственно, если мы знаем потребности, да, мы можем на них реагировать, реагировать, и, собственно, нам здесь кандидат подсказывает, как именно правильно спозиционировать и продать вакансию. Ну, бесполезно говорить неправду, да, но и какие-то правдивые вещи мы можем оборачивать, какие-то, может быть, не очень позитивные вещи, мы можем оборачивать такую приличную оболочку. Опять-таки, отвлекусь, у нас недавно был проект, но такой нужен был разработчик КСП.нет, и все было, что называется, против. Компания находилась в спальном районе, далеко от метро, просто от трех метро, не в пешеходной доступности. Это была российская компания, серая зарплата, никакого соцпакета, плюшек и так далее. В общем, когда мы анализировали вакансию, когда мы пытались как-то ее спозиционировать, у нас с коллегами плюс родился только один, компания была софтверная. И очень много, как выяснилось, для очень многих кандидатов это оказалось решающим. Очень много крупных компаний имеют некий свой внутренний отдел разработки и на бутнете пишут массу всяких вещей. Переписывают информационные корпоративные системы с Delphi например на AdoptNet используют и так далее. И собственно, ориентируясь на этих кандидатов, мы во-первых показали клиенту несколько человек был не единственный кандидат, а во-вторых мы правильно позиционировали ее кандидата на их телефон. То есть мы говорили в первую очередь это соцдверная компания, а дальше мы остальные вещи по мере необходимости добавляли. так секунду что же мне сегодня этот микрофон так мешает катастрофически сейчас секунду небольшая авария слышно или он выключился вот в общем проясняем что же ищет кандидат на что он ориентирован продаем ему грамотную вакансию уточняем соответствовать ли его квалификации требования да вот если у нас есть какие-то поведенческие индикаторы мы понимаем что например наш клиент ориентирован на людей которые грамотно говорят или там еще есть какие-то вещи которые можно выяснить или как-то услышать по телефону мы внимательно слушаем и проясняем личность конечно по телефону личностные характеристики сложно уловить но тем не менее пытаемся услышать и задать соответствующие вопросы если все хорошо как правило там мы отправляем еще раз посмотреть вакансию описание вакансии и соответственно договариваемся с кандидатом о собеседовании я только где-то наверное полтора два года занимаюсь IT-рекрутингом до этого я работала в общем рекрутинге и для меня конечно я помню шок первых недель когда я звонила кандидатам и первое что они мне говорили да все замечательно отправьте описание вот если там в FMCG в производстве и так далее это по сути означает вежливая отказ ну типа отвяжитесь пришлите на почту описания то как правило IT ну девелоперы как минимум да они все-таки просят информацию о вакансии она должна быть по-другому структурирована может быть ссылочка может быть в письме это уже как удобно то есть мы отправляем и ждем там подтверждение что вакансия действительно интересна вот дальше приглашаем на собеседование в компании опять-таки у нас есть вся информация предварительно собранная мы уже уточнили вопросы по резюме мы уже убедились что скорее всего он нам подходит он приходит к нам на собеседование очень важный момент на самом деле личное собеседование мы иногда радостно представляем кандидата клиенту потом кандидат идет клиенту на собеседование и выходит абсолютно разочарованное собеседование это двухсторонний процесс мы видели вначале я вам показывала что это рынок это комплиенция это баланс просто предложение как вы предлагаете ему свою вакансию так и он выбирает вас качество работодателя и очень важно помнить что собеседование это кроме того что это оценочная процедура это переговоры и они двусторонние вот поэтому там интервью в форме допросов на нынешнем мульти труда мне кажется это недопустимая форма общения с кандидатом или там неподготовленное собеседование когда кандидат пришел его там посадили в переговорную забыли или к нему начинает подскакивать то и чат то и тимбит то еще кто-то вот и там все задают вопросы никто не представляется то есть все-таки процедура собеседования она должна быть тщательно подготовленной вы ждете человека как в гости как на переговоры мы там предлагаем всегда кофе чай мы всегда стараемся создать атмосферу обстановку чтобы человек расслабился чтобы человеку было комфортно легко вот и все-таки программисты ну не знаю поправьте меня если это не так это не та профессия которая требует бешеной стрессоустойчивости вот в том смысле в котором ее понимают люди которые проводят стрессы поэтапно дали человеку адаптироваться предложили чай кофе спросили когда ехал казалось бы такой очевидный этап тем не менее если человеку некомфортно если вы не смогли установить контакт вряд ли он раскроется вряд ли он какую-то информацию обменяемую сможет полную вам сказать дальше про что мы разговариваем на собеседовании что мы должны помнить во-первых мы его все-таки оцениваем мотивацию квалификацию личностные качества а в конце мы собственно продаем ему вакансию или вначале кому как нравится вот вежливо рассказывать про проект компании вакансию вначале вот иногда полезно это делать в конце когда ну не знаю такая может быть перестраховка но там выясним все про кандидата особенно про его мотивацию и предподнести позицию таким образом чтобы учесть скажем мотивацию кандидата вот здесь нет рецепта я делаю и так и иначе то есть в зависимости от ситуации в зависимости от того насколько ценен мне кандидат иногда в двух словах говорю про компанию и проект и прошу вернуться к этому позже когда мы обсудим его опыт вот какие параметры в опыте нам интересны ну на самом деле все те же самые которые мы анализировали в телефонном интервью да и глядя на его резюме то есть то есть зачастую ну есть там наверное слышали это можно прочитать в любом учебнике и на любом сайте посвященном поиску работы рекрутинга есть биографическое интервью это когда расспрашивают где родился как женился где учился какая была первая работа и так далее есть интервью метапрограммное когда пытаются выяснить ну это такая скажем технология NLP когда пытаются выяснить какие-то личностные характеристики то есть насколько человек интроверт экстраверт точнее даже не это главное там командный игрок одиночка лидер насколько локус контроля у него внутри или локус контроля не внутри и так далее вот эти вещи есть интервью по компетенциям это когда мы там анализируем конкретный навык или даже компетенция это несколько шире чем навык это набор навыков опыта знаний когда мы предъявляем ситуацию некую было ли у вас в вашем опыте когда вы начинали писать проект с нуля расскажите об этом а кто он помогал архитектуру продумывали сами или там это уже все было готово работали ли вы в условиях жестких сроков допустим как вы в этот момент с вдохновением поступаете когда у вас четкие поставленные сроки вписывайтесь не вписывайтесь это интервью по компетенциям на самом деле в чистом виде никогда собеседование не строится зачастую это целый ряд вопросов которые учитывают и анализ навыков опыта и биографические какие-то моменты вот значит каким образом я обычно строю собеседование я сейчас наверное такой свой рецепт даю каждый мне кажется что с момента когда начинает общаться с кандидатами он вырабатывает некую свою стратегию я начинаю с последнего места работы человек более всего подготовлен об этом рассказывать он всю информацию выдаёт собственно спрашиваю на какой проект они приходили в компанию расскажите пожалуйста какова ваша роль в проекте какие технологии использовали и так далее и так далее то есть мы обсуждаем этот проект и дальше мы откатываемся назад до того момента пока мне не становится понятен опыт собственно почему я делаю так я если конечно это специалист который отработал всего 3 года можно начать с первого места работы и постепенно двигаться к последнему если у человека уже 10 лет опыта и мы будем начинать с первого места работы то как правило тем более если это IT рынок очень много всего поменялось и технологии совсем другие и проекты раньше были иные и в общем мало чего полезного я смогу из этого получить а время собеседования оно такое ценное полтора часа наверное и кандидаты не всегда есть и у рекрутера это вообще просто на место вот соответственно когда мы обсуждаем какой-то ключевой опыт который относится к нашей позиции мы обсудили мы переходим к каким-то моментам мотивационным точнее даже это происходит зачастую параллельно почему вы ушли это как раз вопрос мотивации почему вам понравился этот проект как вы сейчас будете выбирать это все вопросы когда вам человек вот все вопросы почему это вопросы так или иначе связанные с мотивацией вот соответственно мы их задаем и понимаем что понимаем делаем себе пометочки нарезаем ее аккуратно и там к концу интервью у нас уже картинка есть да что там человек переходил из-за денег человек переходил из-за профессионального интереса или еще как-то фактор не срабатывался с руководителем с коллективом ну все что угодно да это может быть вот все это в общем-то как-то себя аккуратно дофиксируем и анализируем очень важный момент я не буду подробно восстанавливаться на собеседовании это очень обширная тема и я как-то не пыталась ее уложить вот в эту лекцию я просто понимала что ну это будет невозможно и все равно это будет там куцей и отрывочным самый важный момент который касается IT который я бы выделила и поделилась на этапе собеседования с кандидатом начинается наша любимая отработка контр-кофера как правило мы общаемся с кандидатом которые находятся не в активном поиске работы а которые пришли полюбопытствовать ну вдруг что дают поинтереснее вдруг что-то там в компании действительно нового уникального и так далее и ключевой момент на моем собеседовании обычно звучит следующим образом а что должно поменяться на нынешнем месте работы чтобы вы остались и как правило на этом вопросе скрываются очень многие вещи в принципе меня это все устраивает в компании вот сейчас у нас тут передышка между проектами поэтому я решил посмотреть или наоборот скрываются какие-то серьезные причины например того там всем проиндексировали зарплату а мне нет а вот там ушел любимый начальник с которым мне было комфортно и хорошо пришел другой мы никак не можем найти общий язык это скорее не для оценки а для того чтобы потом когда он придет с джоп-оффером к своему руководителю с заявлением на увольнение это ваш инструмент для того чтобы вернуть его к этому разговору и еще раз попытаться предложить ему ту вакансию которую вы мне хотите предложить вот что еще наверное важно мне кажется что каждый должен заниматься своим делом и я как рекрутер не берусь оценивать квалификацию технического специалиста ну люди 5-7 лет работали 5 лет учились в университете и глупо наверное они это делают поэтому техническое собеседование это удел технических специалистов я могу косвенно предположить потому занимался ли нужными вещами владеть ли нужными технологиями как часто он их использовал вот иногда технологии написано строчка такая безумная на полстранице 10 строчек на полстранице мелким шрифтом когда начинаешь уточнять а что вы в этом проекте использовали вот это вот это вот это ой нет это я для себя пытался сделать маленькое мобильное приложение поэтому я подается на самом деле ничего не писал то есть я здесь скорее проясняю какие-то моменты которые указаны в резюме но не более того все-таки должен быть технический специалист который либо устно поговорить с кандидатом либо предложить какое-то тестирование или фарное программирование и человек квалификацию специалиста оценит поговорили оценили подошел замечательно не подошел очень важный момент подведитесь дать обратную связь кандидатом рынок еще диму быть здоров рынок остается дефицитом и я думаю что в ближайшие годы ничего не изменится и тот человек который сейчас не подошел он завтра может быть вам очень полезен он вам может быть полезен сейчас в качестве рекомендодателя то есть он может посоветовать человека которого он знает и подойдет на эту вакансию если после собеседования вы прощались и не позвонили и не написали собственно осадочек остается как правило и программисты об этом рассказывают мы стараемся сразу добавляться в социальных сетях профессиональных если самый простой отказ это на самом деле отказ по квалификации если HR хорошо понимает особенности проекта и рассказывает об этом кандидату и в диалоге они приходят к тому что на самом деле ну да как-то рановато и не потянет и не совсем тем хотелось бы заниматься то можно об этом честно сказать как правило программисты все-таки люди очень адекватные и не обижаются на такую обратную связь конечно если это отказ по каким-то личностным качествам то здесь все намного сложнее вот приятно было познакомиться но взяв паузу не сразу на собеседование а взяв паузу на несколько дней есть вопрос я вижу нет вот взяв паузу можно позвонить и сказать о том что в результате нескольких собеседований мы все-таки приняли решение остановиться в другом кандидате потому-то потому-то например как нам кажется у него зачастую конечно мы лукавим как правило что чуть больше опыта чуть более подходящая квалификация и так далее но все-таки обратная связь так или иначе она должна быть и с человеком можно дальше продолжать общение и не бояться ему позвонить через полгода потому что не помнить то ли отказали то ли не отказали то ли не написали то ли нет вот это такое же железное правило мы отказываем 100% кандидатов это просто большой-большой косяк если кто-то из рекрутеров забыл не написал или не позвонил это просто смертельно буквально вот предложение о работе какие здесь очень важные моменты сейчас в нашей сфере очень принято писать в IT я имею в виду в IT-репротинге очень много коммуникаций письменных очень часто общение идет по скайпу в переписке по электронной почте в социальных сетях даже в контакте многие переписываются и так предложение он такой ключевой очень много ошибок было связано с тем что высылается джоп-офер кандидату и типа здравствуйте Иван Иванович мы рады сделать вам предложение в приложении джоп-офер и человека оставляют наедине с этой бумажкой где написано должностной аквак ТМС еще что-то и потом очень удивляется почему же такой прекрасный джоп-офер человек не принял на мой взгляд это тот момент где очень успешные компании которые делают джоп-офера наверняка они зачастую даже приглашают кандидата в офис для того чтобы предложить ему работу то есть это отдельное а-ля собеседование когда еще раз проясняется ожидание сторон когда еще раз уточняется какую же зарплату хотел кандидат он к вам приходил допустим две недели назад он хотел не знаю 80 тысяч он походил по рынку понял что меньше 90 нигде не предлагают вы решили что вы сейчас делаете красиво написали джоп-офере 85 и отправили ему это соответственно в результате он понимает что предложение несколько хуже чем могут предложить ваших клиентов или другой вопрос он хотел 120 но походил по рынку оценил себя понял что ну как-то задрал он планочку что там у него было 100 потому что у него там было масса достижений перед прежним опытодателем он там проработал 8 лет и он в принципе уже готов к тому что предложение будет звучать не 120 а 110 а вы собственно делаете предложение которое не ныночное и невыгодно для вас как доработодателя более того вот такие вот жопоферы они как правило перегревают рынок ну то есть захотел сказал 150 дали 150 в результате мы видим неадекватное ожидание у других разработчиков и собственно имеют да что имеют зарплаты просто растут как на дрожат вот поэтому первый момент это контакт по телефону или личная встреча да с тем чтобы еще раз прояснить ожидания потом соответственно непосредственно предложение как правило люди берут некую паузу подумать я обычно в такой момент уточняю над чем будете думать ну так вот человек говорит да спасибо все хорошо но я подумаю вот и как правило все что побоялся сказать да в личной беседе или в телефонной беседе по поводу предложения вскрывается как правило иногда это незначительные вещи типа того что да вы знаете я там приду домой с женой посоветуюсь расскажу что мне предложили и действительно человек выходит домой говорит о том что ему предложили новую работу и утром он подписан на другое фермы ссылает до моментов которые человек постеснялся озвучить например у него завтра еще какая-то встреча важная и финальная да и он постеснялся что у него еще есть односописи от умера вот то есть в общем этот вопрос как-то нас подготавливает и проясняет и он говорит что вы знаете я завтра пойду поговорю с своим руководителем расскажу что ухожу опять-таки да вспоминайте о чем говорили на собеседовании и готовьте аргументы против он профил вот и тогда вам перезвоню и скажу приму ли я вашу джип-офил или мне повышат зарплату и я останусь на прежнем месте работы какие еще моменты связанные с контрпредложениями важно знать и понимать есть хорошая статья она там по интернету постоянно в силу того что она действительно замечательная она там бродит вот отработка контрофера ну во-первых там есть какие-то мелкие манипуляции мол вот твой работодатель уже знает что ты собирался уходить и искала работу и ты все равно будешь в его глазах предателем поэтому неизбежно тебе потихонечку будут искать замену до вполне конструктивных вопросов связанных с тем зачастую человек приходит он был там неутрудовторен существующим порядком вещей в компании да особенно это часто связано с каким-то профессиональным или карьерным вопросом все будет все дадим станешь руководителем даем тебе помощника повысим тебе зарплату и так далее и зачастую эти обещания они делаются поспешно и как правило они никогда не реализуются у нас последний был кейс когда очень серьезный был контрофер вот и я его отрабатывала именно таким способом то есть человек был простым аналитикам ему сказали будешь непростым и золотым дадим тебе отдел из двух человек слава богу мы с клиентом договорились неправильно человек просил одну зарплату а мы чуть-чуть выше поставили но человек поскромничал и решил что плюс 5 тысяч и он наш но когда пришел писать заявление мы выкатили джок некий контрофер и сумма была значительно выше то есть мы сделали рыночное предложение в этом смысле мы там смогли быть более конкурентными чем текущие работодатели и я очень серьезно и доктор с ним разговаривала о том что а собственно с чего бы это если вот там все время говорили что к сожалению мы не на том уровне чтобы там формировать отдел почему вдруг этот счастливый момент настал когда ты пришел с заявлением в обновлении и почему вдруг этот отдел будет сформирован почему вдруг а когда зарплату повысить буквально вот сказали там в следующем квартале почему вдруг это должно осуществиться если представь ситуацию если тебе не повысить зарплату в следующем квартале что будет не будет ли стыдно и досадно и неудобно подходить к руководителю и говорить помните я там с заявлением приходила в обновлении вы мне обещали зарплату поднять но не подняли не поднимите людей сейчас ну в общем опрессовать возможно не очень наверное желаемое будущее в общем часть контр-оферов нам удается отработать какие контр-оферы не удается отработать совершенно это контр-оферы связанные с деньгами когда мотивация исключительно денежная то есть у меня сейчас 70 хочу 100 вот это совершенно нереально и зачастую не нужно человек который ориентирован только на деньги а не на задачу компанию продают на развитие профессиональное но это такая деньги это такая вещь которая хоть регулирует но она в общем люди к ней очень быстро привыкают и зачастую человек приходит с вашим оффером и текущий работодатель ему повышает немножко зарплату и он собственно довольный остается в компании то есть если вопрос только в деньгах неважно человек такой алчный ориентирован только на деньги или действительно у него других рычагов не было и он пошел прогулялся в парню по труду собрал офферы и показал их текущему работодателю в общем как правило это пустое это пустое у нас в нашей практике есть кандидат к которому мы периодически обращаемся и каждый раз он с нами эту штуку проделывает он получает оффер потому что у него прекрасные компетенции приходит к своему текущему руководителю и собственно остается в компании больше не будем уже зареклись наверное все что касается моментов которые я собиралась рассказать есть ли какие-то вопросы у нас есть первом семестве была посвящена авторизация процесса оценки кандидата есть стандартная задача назначения среди методов принятия решений или оптимизации, у меня компенсирует, что компания реально занимается своими группами. Есть ли у вас какая-то математическая модель или система, которая производит, скажем, предварительный отбой? То есть понятно, что большое количество инструментов, которые можно даже выкрепить каким-нибудь партнером или сайтом, всем фактором обрабатывают не очень удобно. Возможно, существует какая-то система. Мне сейчас не интересно, как она работает. Это просто существует. Не зря же мы на кайфе занимаемся или зря? Не зря. Это вопрос будущего. Сейчас это вот в бигдейде рекрутинги, опять-таки предварительная оценка и отбор резюме – это темы, которые поднимаются на Западе, но у нас не существует какой-то хорошей работающей системы. То есть да, резюме очень много, и мы там перелопачиваем свою базу ручками, и мы перелопачиваем там джоп-сайты, социальные сети ручками – это там безумный труд. К сожалению, нет. А после тогда вопроса, добавляется ли к этому вашему ручку самому поиску и отнимаясь на базу социальных сетей, от именно национальных сетей, от самого человека? Пусть я вот знаю, у меня есть они знакомые, рекрутируют, но они его заставляют, ну или не заставляют. Больший смысл в том, что те кандидаты, которые на его взгляд должны быть подходящими, да, его заставляют базу по всем детальным сетям, аккаунтам, кандидатам, и смотреться на фотографии, видео… Все, поняла, поняла вопрос. Есть, да, вот опять-таки Сергей Дмитриченко, про которого я уже упоминала сегодня, который вот рассказал всем, как искать кандидатов с помощью X-ray запросов. Вот, на нашей конференции он как раз с партнером разработал продукт, который называется «Amazing Carrier», которые как раз, они про… по себе, да, наверное, всех баз социальных сетей. И суть в том, что там профили кандидатов в социальных сетях объединяются. То есть есть в ней интерфейс, в котором ничего лишнего, кроме там очень удобных поисковых строчек, вот с интуитивно непонятными операторами поиска. И, соответственно, там открываешь, да, там кандидата, ссылочка на кандидата, там Иван Иванович, например, открываешь, и ты видишь все его профили в разных социальных сетях, и можешь сразу посмотреть, сравнить, не делая механической работы по поиску его там в других ресурсах. Более примитивная, наверное, система – это Яндекс.Пипл. А оценку заявку нет? Ну, оценку Яндекс.Пипл нет. А вот «Amazing Carrier», кстати, они заявляли о том, что им удалось написать алгоритм, который… ну, есть определенные, да, там… есть определенные сценарии, по которым анализируется опыт кандидата. И, то есть, если я, допустим, ищу, там, не знаю, какого-нибудь питонщика, да, то, скорее всего, более квалифицированные у меня будут в первых результатах выдачи, чем менее квалифицированные. Ну, вот, условно говоря, так. Ответ на ваш вопрос. Немножко к этой задаче приблизилась «Amazing Carrier». Они в своей выдаче анализируют все социальные сети, в том числе Staple Overflow и GitHub. И смотрят, сколько там было комментов, и сколько там комментов, сколько там было, какой у него опыт в LinkedIn. И он в верхней выдаче выдает самые релевантные резюме. Таким образом, да, кто-то эту задачу уже близко решил, и она очень важна. Вот они ее решили. Но они сказали, что они напишут в ближайшее время и для всех остальных. Там проблемы в большом объеме данных. Надо много всего, соответственно, парсить. Для айтишников понятно, как их оценивать и парсить. Для остальных непонятно, как у геологов, как его там оценить. Если тут по количествам строк и так далее. А? Я практически это же и рассказала, что LinkedIn к этому приблизился, но это решение работает только на айтишный рынок, поскольку есть понятные профессиональные ресурсы, типа GitHub, где можно по комментам, по тому, чем человек интересуется, что пишет, можно оценить, какими науками он владеет. Опять-таки мы здесь пускаем из виду профессиональных, но ленивых разработчиков, которые ничего не написали, не выложили. И они у нас входят в результат выдачи на второй-третьей странице. Особенно с этим мы не пробовали договаривать. В частности, в нашем университете есть внутренний информационный портал, где каждый обязан указывать свои достижения. Причём это могут быть всё от академических статей до статей уже в скокусе, в science и так далее. Там есть реально портал, где есть фотография, где кто закончился, учился. Если данные, которые уже доносятся, они валидируются, все не могут записать. То есть я так думаю, что раз наша интереса начнёт упасть в топ-100, то вот такая совокупность вашей работы и нашей сети может потом прийти к этому. Ну, мы в этом отдельно были. Спасибо за вопрос. У меня вопрос какой-то. Мы действительно говорили по поводу дефицита, даже сейчас есть варианты на рынке. Мало того, что дефицит, так ещё и известный распространенный стереотип, о том, что IT-рекрультер технически не компетентный, не отвечает JavaScript и общаться с ними не на чём. Вот были ли у вас такие кандидаты, которые пытались именовать вот это вот общение с HR, да, в первую очередь, с ES3 и хотели объединиться сразу с темлидом, но в то же время до допуститива общения с темлидом, объективно понимаете, что есть сомнения, да, потому что темлид потратится во время, но в то же время приземлил это очень ценный кандидат. Были ли у вас такие ситуации и как вы из них проходили? Мы стараемся всё-таки вникать в предметную область, то есть у нас принято делиться опытом. Если у кого-то есть экспертиза по проекту, то обычно человек делится, рассказывает, какие есть особенности, какие стандартные технологии, какие ветки и так далее, да, то есть, наверное, у нас там не очень много таких ситуаций, потому что мы звучим уверенно в этом смысл, да, но когда мы с этими ситуациями сталкиваемся, ну, что здесь важно признать, то есть человек говорит, чего я с вами буду разговаривать, да, вы ж не владеете информацией, тут важно сказать, да, конечно, на таком уровне, как руководителя отдела разработок или темлит, я, конечно, не смогу вам дать информацию, но тем не менее, для того, чтобы я могла представить вашу светлую кандидатуру, мне хотелось бы уточнить несколько вопросов. Вот. Это первый вариант, он такой честный, второй вариант, он абсолютно манипулятивный, но очень часто там, когда новая технология, мы просто включаем блондинок и говорим о том, что, вы знаете, первый раз сталкиваемся с этой позицией, они могли бы вам сказать, а вот я тут прочитала, вот это вот, оказывается, вот такая технология, вот, и, как правило, мужчины, они ведутся, да, такие моменты, они, как правило, рассказывают, да, конечно. Ну, бывают разные позиции, если там Java, C++, PHP, там, это наши рядовые, да, там, задачи, то, например, ирланд не так часто, да, мы ищем. Поэтому, конечно, некоторые аббревиатуры даже иногда не знаешь, как правильно произнести. Так, включаем блондинок и разговариваем с этой точки зрения. Ну, ответила на ваш вопрос? Да. Я хотела уточнить, может быть, у вас был подобный опыт, сейчас агентаты проходят без ретапов внутри. Угу. А что вы делаете, если у вас, ну, далека выказанное агентство, то, что у вас проходит без ответов по ретапам, что вы делаете, чтобы удержать его интерес к данным аккаунтам? А вот здесь, во-первых, очень важно выстроить процесс рекрутинга таким образом, чтобы это не растянулось там на месяц. То есть мы сообщаем заказчику о том, что в среднем Java-заработчик находит работу за две недели. Поверьте нам, давайте, несмотря на ваше желание его там всячески протестировать, мы как-то процесс оптимизируем. И все-таки мы здесь четко стараемся соблюсти сроки, собственно, интересы кандидата, интересы компании его оценить. И второй момент – это быть на связи с кандидатом и поддерживать обратную какую-то связь, созваниваться после каждого этапа еще раз сверять часы. То есть понимать, осталась ли мотивация на ложном уровне или какие-то вопросы у него возникли, сомнения. И на каждом этапе мы эту мотивацию стараемся вот так, таким образом поддерживать. – Часто бывает такое, что в последнее время, по крайней мере, что кандидаты не знакомятся с описанием позиций. Да, очень часто отвлекаются, но вот просто по названию либо приходят какие-то лишние. Как-то боретесь с этим? Как и, например, может быть, есть сегментированные. Я понимаю, что там C-sharp и C++ могут находить очень контекст. – Ну, у нас нет такого счастья. У нас обычно нам достаются очень тяжелые какие-то вакансии, которые внутренние рекрутеры нас могли закрыть. Я тоже пыталась это анализировать и прочитала одну такую вещь. Есть очень четкая гендерная модель поведения в отношении вакансий. Если женщина, глядя на вакансию, видит, что, допустим, нужен сотрудник, ну, я сейчас фантазирую до 30 лет, с высшим техническим образованием и технологией такие-то, а она, например, одну технологию, ну, знает не очень, то, скорее всего, она не отправит свое резюме. Мужчина, скорее всего, поступает иначе. Он видит, что требуется сотрудник до 30, мне до 30, я подхожу, вот вам мое резюме. Это реально было исследование, да, и вот такая вот гендерная особенность, с этим ничего не поделаешь. Нужно учитывать целевую аудиторию, да, более там четко писать. Может быть, какие-то, если уж там поток резюмы, может быть, какие-то входные фильтры в виде тестовых заданий, которые там хэдхантер может делать. Попробуйте так фильтровать. Спасибо. Спасибо за вопросы. У меня такие вопросы. Я вот в целом карте участвовала с партнерскими исследованиями. Кандидат говорит, я подумаю, я задаю вопрос, скажите, на чем он ответил? И кандидат достаточно часто уходил от ответа. Вы мне приходили задавать отвечающие вопросы, но при этом я абсолютно устраиваю по заданной плате и так далее. Насколько вот это допустимо найти или лучше всего, что кандидата не теребит к этим вопросам? Если больше подумать, то есть будет. И если это допустимо, то как первые вопросы задавать? Как вы с вами говорите? Вот тут у меня сразу два вопроса. Был ли контакт? Доверился ли он, пообщавшись по телефону и пройдя собеседование? И расположен ли он действительно больше информации давать? То есть надо вернуть и подумать, насколько хорошо рекрутер отработал, и есть контакт с кандидатом. Есть еще опять-таки гендерный момент. Мужчина в аудитории, вас много, соглашаетесь или нет, но на мой взгляд очень важно на мужчин не давить. Вот реально. У меня первый раз сработала эта штука много лет назад. У меня был такой кандидат, такой достаточно замкнутый товарищ на должность руководителя производства. Вот. И мы ему сделали приличный джипот, и он говорит, я подумаю. Я понимаю, что чем больше задаем ему вопросов, тем больше он замыкается. Я ему сказала такую фразу, «Знаете, я во всяком случае с уважением принесусь к вашему решению, но мне важно понимать, что у вас достаточной информации для принятия решения». И все. И вот диалог пошел. То есть он мне рассказал о том, что он обязательно с женой советуется, и на следующий день он джок-офер принял. У вас были вопросы? Скажите, есть ли какие-то особенности для разработчиков разных технологий? В сравнении, например, меня интересует, я бы вас изучал один раз. Да? Ага. В моей компании достаточно много, ну, в большей разнообразной, чем один раз, чем у них. Есть ли какие-то особенности, отличающие? Особенности, отличающие хантинг, рекрутинг, разработчиков разных технологий? Ну, да. Как правило, да, опять-таки вопрос, дефицит на дефицит. Вот. С разработчиками 1С легче, чем с Java, да? Тяжелее, чем… Точнее, с… Ну, в общем, да. Наверное, их проще искать, чем с Java, но намного тяжелее, чем у разработчиков Pitch. Вот. Я не знаю, какие особенности. Но… Легче, тяжелее? Это вопрос наличия их на рынке, да? Они проще относятся к серой зарплате, потому что, как правило, они работают в каких-либо, да, компаниях, там, производственных, торговых и так далее, и там разные схемы, может быть. Они менее, там, привязаны к соцпакету, там. Они любят работать на стороне, там, клиента, а не в компаниях франчайзи. Вот это то, что приходит на ум, наверное, да, такое, самое очевидное. Может быть, у вас какая-то, там, конкретная проблема или ситуация? Нет? Нет, просто у вас звучат, в презентации звучали другие специальности. А. Поэтому, как-то вы обходите? Ну, мы… да, мы анаболевшим о том, что вот совсем в дефиците и с кем вообще сложно на рынке. Поэтому, да, 1С. Вот последние мои два проекта были, ну, сложно, но возможно. Там, там, и кандидатов показывали разных, и, в общем, не могу сказать, что это, там, такие же по тяжести проекты, как, например, связанные с разработкой на жаре. Спасибо за вопрос. У кого еще вопросы? Я могу добавить, люди достаточно разные, работают в софтверных компаниях и не софтверных компаниях. 1С большая часть работает, естественно, не во франчайзе, а на стороне клиента. Соответственно, там люди немножко другие. То есть, когда разработчики работают в среде из большого количества таких же людей, то есть, вся компания фактически состоит из разработчиков. Это такая особенная среда получается. И они там в ней варятся, формируются идеи, взгляды на жизнь, на разработку, обмениваются. Ну, они, скажем, на порядок выше, потому что, ну, в среде идеи быстрее развиваются, легче. Кто-то один какую-то фичу придумал, он со всеми поделился. Это не на форуме читает. Вчера придумал, сегодня уже все ее внедрены. Вот. А 1Сники, они в этом плане одиночки, как правило. Достаточно самостоятельные. У них весь цикл от разработки до тестирования, до внедрения, как правило, опять же, лежит полностью на них. Разработчики, они там написали свой кусочек кода, тестер потестил, внедрились, внедрил. Вот. А 1Сники, они такие универсалы. И правильно говорить о том, что компании не софтверные, они совершенно разные. От абсолютно серых и невнятных каких-то торговых компаний до крупных нефтяных гигантов, где тоже есть 1Сники и получают приличные деньги. Там люди совершенно разные. Тут каждый раз звонишь, то тебе могут нахамить, то наоборот там радостно встретить. Это вот 1С. Например, звонишь джавистам, ты точно знаешь, ну, есть паттерн поведения у джависта там. Они все достаточно такие открытые, позитивные, готовы всегда рассмотреть предложения. Си плюс-плюсники, как Оля уже говорила, они там, если работали полгода, даже с тобой разговаривать не будут. Потому что как это там, 3 года минимум на одном месте, только потом я задумываюсь. Вот. А ПХПшники там через 3 месяца можем позвонить, и они уже готовы поменять работу. Потому что, как бы, в проект я уже свой сайт наклипал, уже готов поменять работу. Вот. Паттерны у всех существуют, и они завязаны, а, на среду, б, на среду. На то, что есть такое понятие длина проекта, да. У Си плюс-плюс, она, наверное, самая длинная. У джава покороче, там, веб-проекты, они вообще сейчас скрипаются там, не знаю, за полгода. Практически любой проект можно закончить. А мобильный проект еще чаще, быстрее бывает даже, чем веб-пишутся, потому что уже готовых много шаблонов, и так далее. На, собственно, на людей накладывают вот эти два фактора. Среда и длина разработки проекта. Наверное, так. Спасибо. Мы ответили на ваш вопрос. Да, тогда выникающий из него следующий вопрос. Какая, скажем, выгода от того, чтобы при поиске кандидата использовать условия вашей компании? Да. В отличие от, скажем, зарплатных сайтов. Потому что, ну, там, пергантов, да, там, все, так далее, да. Потому что с них идет достаточно неплохой поток. И с людьми попадают секунды. Хорошие ребята. Да. Месяц – это долго. Расскажу. Как я уже упоминала, нам достаются в работу такие, не знаю, безнадежные проекты. Это когда, как раз таки, да, на HeadHunter поискали, знакомых обзвонили, по социальным сетям поискали и не нашли. Или, как в случае, да, с дефицитными позициями, ну, не смогли уговорить. Вот, условно говоря, да, то есть мы задаем такой вопрос каждому клиенту, приходящему, да, а почему вы это не делаете сами? И зачастую к нам обращаются, когда действительно собственные ресурсы исчерпаны и в открытых источниках таких людей нет. Вот. То есть нам такие вакансии легкие не попадаются. Попадаются легкие. Я парирую Олю, потому что, первое, есть стартапы, в которых все усилия должны быть вложены не на непрофильные задачи, как то бухгалтерия, поиск кадров и прочее, а на развитие стартапов. Стартапы к нам в последнее время достаточно часто обращаются. В них деньги вливают достаточно прилично, и задача за короткий срок сделать то, ради чего был придуман стартап. Собственно, проект, а не заниматься бухгалтерией, открытием фирмы и другими вопросами. Раз. Второе. Сроки. Вы можете также продолжать искать на ресурсах и параллельно подключить нас, потому что у вас проект должен запуститься через месяц. И если вы не найдете человека, этот проект сгорит. Ну и дальше вопросы связаны, есть ли у вас отдельный персональщик. Если нет, то это должен делать секретарь или генеральный директор. Хватит компетенций, времени и прочего. Насколько это дорого, если это заниматься самим, а не отдать нам. Она, кажется, цифра большая. Две зарплаты за кандидата. Ну а программист получает, как я говорил, 80 тысяч в среднем. За человека надо заплатить 160 тысяч. На самом деле это вот та сумма, которую многие готовы отдать здесь и сейчас, вместо того, чтобы заниматься самостоятельно. Генеральный директор может получать 160 тысяч в месяц, если ему даже будет заниматься 10% своего времени, он уже потратит кучу денег только на то, чтобы заниматься этой задачей. А там еще косвенно потери убытков будут дополнительные. Поэтому причин достаточно много. Время, деньги, какие-то еще моменты. Ну вот, наверное, такое основное. Легкие вакансии бывают. Ничего подобного. Да, ну и я как-то про них уже стала забывать. Да, у нас, кстати, вот недавно, но относительно новый клиент, он на одной из последних встреч, мы там еще и еще вакансии обсуждаем. Он говорит, вчера убирался на столе, выбросил 150 резюме. И теперь с облегчением думаю, как хорошо, что есть вы. Я не общаюсь с этими, ну, разными совершенно людьми, которые приходят тратить на время. Ну, в общем, вот так. Хит, еще вопросы? Давай я продолжу, а потом мы еще задаем вопросы. Да, я передаю вот эту волшебную штуку, которая с меня неоднократно падала. Вот здесь он, и он продолжит. Спасибо. 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 Спасибо.